Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Новенькие участницы Юлиана Богомолова и Александра Павлова в самый первый день отдались парням, которым они пришли. Ими воспользовались Виталий Малышев и Эрнест Птак. И очень скоро Малышев отказался от Юлианы. Он сказал, что она не дает ему тех эмоций, которые ему нужны. Виталий предложил девушке переселиться в женскую спальню. Эрнест Птак тоже сообщил, что они с Александрой очень разные, для него секс не главное. Кроме этого, Эрнест любит Бузову, так что Александра Павлова в итоге тоже отказалась от Эрнеста и сказала, что ей не нужен такой предатель. Новенькая Эльвина Кудряшова, которая пришла к Вальтеру Соломенцеву, уже была им бита. Эля стала оскорблять мужчину. Вальтер не стал этого терпеть и дал ей пощечину. Теперь на проекте новые правила голосования. Участники с острова любви не могут покинуть проект и против них теперь не голосуют. Но вместо этого зрители могут отправить кого-то из них на поляну. По последним слухам проект покинули три человека. Это Дмитрий Гусаков, Александра Павлова и София Страшко. Ангелина Татишвили, которая неравнодушна к Виталию Малышеву, не собирается больше бороться за парня. Татишвили пишет, что она учится на своих ошибках и все, что не делается, все к лучшему. В последних эфирах Петр Шепель и Вера Курочка наконец-то воссоединились на острове любви. Они забыли о всех разногласиях и наслаждаются обществом друг друга. Ксения Бородина устроила дедовщину на проекте. В недавнем эфире несколько участников опоздали налобные. Это Захарьяш, Ефременкова, Кахно и Богомолова. Бородина не упустила возможности продемонстрировать свое превосходство. За минутную задержку она заставила Захарьяша отжиматься, а всех девушек приседать. Лишь беременные Тати Абрамсон удалось избежать дедовщины. В сети ходят фотографии молодой Лилии Четрару. Именно так она выглядела до всех пластических операций. Она обрезала нос, увеличила губы и, может быть, что-то еще по мелочи. Мария Кахно вернулась на проект после пластической операции. Но вскоре девушке стало плохо, ее увезли в больницу. Вот что пишет Кахно. «Я переоценила свои возможности. Я приехала на поляну, а оттуда сразу на съемки в городские. Закончилось это тем, что ночью меня увезли в больницу с температурой 39 и с нереальными болями в груди. Теперь все праздники под капельницами». Саша Гозиас и Костя Иванов проводят праздники на отдыхе в Дубае. Они постоянно публикуют фотографии и радуют своих подписчиков. Ольга Бузова напугала своих фанатов. На новых фото девушка выглядит как-то совсем уж плохо. Видимо, она позировала, уже будучи изрядно навеселее, и только лишь поэтому так резко подурнела. Дочь Алины Камерен Александра стала моделью. Она отдала девочку под крыло Рудковской и пишет, что дочке очень нравится. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.